Жизнь дала трещину для жителя Эльмаша. Двухэтажный дом на Карепино рискует развалиться. И не от старости, а от капремонта, уверены местные. Раскол в обществе внесли рабочие, которые начали реконструкцию, но закончить так и не смогли. Дом перекосило. Подрядчики нашли другие причины аварийного состояния. Для этого заглянули в квартиру номер 4. Что они там увидели, знает Юлия Анашкина. Вообще сквозная вот эта трещина. То есть она с той стороны и с этой. Она у нее идет сверху и идет вниз. И сейчас она идет уже вниз к соседке, в квартире ниже. Из-за дыр с видом на улицу жители давно потеряли сон. Жалуются, их двухэтажка разрушается на глазах. В квартирах и в подъезде появляются все новые трещины. Это наверняка самая маленькая вообще у нас в доме. С фасада намного шире, но они уже успели ее сквозить. По словам жителей, их дом затрещал по швам с сентября, после того, как здесь начался капитальный ремонт. Полувековой барак на кирпичных опорах и так держался на честном слове, уверяют жильцы. Однако подрядчики расшатали его еще сильнее. Они прислали сюда трактор, который снял вот этот вот полностью фасад дома, либо фундамент ли он что-то. В общем, говорят, был такой треск, такой дом так трешься, когда вот они трактором убирали. После чего пошли вот эти огромные трещины. И сами строители подходили к соседям и говорили, что мы боимся вообще к нему притрагиваться, что он у вас просто колется на две части. После таких раскопок у жильцов пол уходит из-под ног. Например, в этой квартире несколько недель назад унитаз и ванна буквально провалились. На 15 сантиметров поднимали ванну в этом году, вот две недели назад, потому что ванна у нас проваливается. Мы проваливаемся в подвал. После визита рабочих в доме стало не только страшно, но и холодно. Старую батарею коммунальщики поменяли на новую, которая почти в два раза короче. Ее тепла на всю двухэтажку не хватает. Что делать дальше, жильцы не знают. Управляющие компании разводят руками. Помочь горожанам им нечем. За капремонт они не отвечают. Когда составлялись сметы, и когда выходили подрядные организации для составления сметы, мы участвовали в этом процессе, передавали ключи, осуществляли доступ. Остальное все вне нашей компетенции. Мы обратимся к легальным операторам, дадим информацию по данному дому о том, что произошло. Не более того, приступить к выполнению, допустим, к работам у нас нету полномочий. В компании, контролирующей ход капитального ремонта в этом доме, уверяют. Подрядчик чист. Он разбирал не фундамент, а отмостку. В том, что их дом разрушаются, виноваты сами жильцы. Как казалось, они без согласования сделали подкоп, вырыли погреб и пошло-поехало. Они произвели перепланировку, так скажем, подвального помещения, не согласованную, ни кем не утвержденную, и в результате этого произошло трещина образования. Однако жильцы утверждают, что этот погреб существует с 90-х, а дом перекосило только сейчас. Ну, подпол как бы у нас здесь уже лет 15. То есть мы даже когда въехали сюда в 2000 году, то есть он уже был от старых соседей. А то есть вот эти вот люди, которые занимаются фасадом, то есть они яму большую рыли, то есть и у нас трещины пошли еще больше. То есть вот если с улицы смотреть на дом, то там были щели небольшие, а буквально вот после этого, через день, через два, то есть в них можно было засунуть кирпич. Глубокие трещины парируют подрядчики. Здесь и раньше были. Просто после того, как штукатурку соскребли, они стали заметнее. Похоже, сейчас придется вместе с жильцами перекраивать смету капремонта. Для этого и будет собираться технический совет, то есть чтобы с минимальными потерями для дома, то есть это все равно будет ложиться с расходами на квартирный дом, с минимальными потерями исправить ситуацию, восстановить работоспособность фундамента, в дальнейшем восстановить работоспособность несущих фасадных стен. Когда начнутся работы, зависит от жителей. Их могут продолжить сейчас, либо отложить до весны. Однако горожане говорят, что уже устали жить в страхе. Собираются добиваться переселения. Юлия Анашкина, Леонид Маслов. Главные новости Екатеринбурга.